МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из клубов Востока должен своим хоккеистам? И как много! Сибирское дерби «Авангард Сибирь» и дерби-вратарей Шилин-Красиков. Кто кого переиграл и переговорил? Русский тренер учит хоккею китайскую детвору. Как это происходит в Шанхае? Ответы на все эти вопросы прямо сейчас в Овертайме. Здравствуйте, уважаемые! Вы в Овертайме. На льду сыгранная пара защитников интересов восточного хоккея. Опытный диспетчер с первым пасом Андрей Блохин. И я, молодой силовик с зубодробительным броском, Дмитрий Яракалов. Но мы тут улыбаемся, пытаемся шутить, а дела-то серьезные. Сборная России по хоккею может остаться без Олимпиады. И вот с этого момента поподробнее. Я на прошлой неделе целых три дня провел в Китае, в Шанхай. И был вот рядом с командой Питера, которая, как известно, процентов на 60 и есть сборная России. Единственный человек, с которым удалось на коротке поговорить на олимпийскую тему, что будет, если 5 декабря нас не пустят в Корею, это был тренер СКА и сборный Харис Видалевич. И вот, что он сказал. То, что сейчас происходит вокруг Олимпиады, поедем, не поедем, и сколько это влияет на тренерский штаб, на игроков. Вообще разговоры ведутся в команде об этом? Либо как будет, так будет? Ну, мы как бы сейчас не обращаем на это. Мы готовимся как по плану, что у нас есть. И у нас есть Евротуры, у нас есть сборная, у нас есть сейчас клуб. Так что у нас идет подготовка, как запланировано. А как будет дальше, это уже не нам решать. Вот такой вот демофатализм. Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. А ты что думаешь по поводу олимпийских перспектив? Будем мы играть там все-таки или нет? Андрей, вот на фоне последних новостей отсутствия НХЛ-овцев в Корее не кажется такой уж трагедией. В конце концов, все это мы проходили уже в 1994 году, когда Тарасенко, Кудашов, Николишин бились за медали Лили Хаммера. Но в том, что сборной России вообще не будет на Олимпиаде, я не верю категорически. Это приведет к переделу всего мирового хоккея и перераспределению международных турниров. Ну и слова Чернышенко про то, что не отпустит иностранцев в Корею, кажется просто блефом. По моей информации рассматривается запасной вариант. Если все-таки нас, западные товарищи, на Олимпиаду не пустят, тогда, как говорится, схлопнется календарь. Та пауза, та дыра, которая была запланирована на период Олимпиады, будет заполнена матчами КХЛ. И в этом случае мы узнаем обладателя Кубка Гагарина уже в конце марта. А освободившееся время будет выделено на подготовку сборной к чемпионату мира, который и станет главным турниром сезона. Еще одна тема, животрепещущая, тоже связанная с Олимпиадой. Как чертик из табакерки выскочил, казалось бы, дисквалифицированный Зарипов. Да, я, честно говоря, не верил в этот сценарий и уже немножко даже забыл про Даниса и то, что его ждет апелляция. На самом деле, нужно отдать должное юристам Татнефти и Акбарса. Они проделали колоссальную работу и сработали на свой имидж, на имидж Зарипова, на имидж Клуба. И это во многом такая рекламная многоходовка, которая больше нужна для того, чтобы создать для Акбарса имидж Клуба, который чтит традиции своих легенд. А вот, по моей информации, Зинутеле Белелединову Зарипов-то не очень и нужен. Он уже блокировал этот переход пару лет назад, а сейчас принял Даниса, скрипя сердце. Еще одна тема для обсуждения, тема финансовая. Как известно, на дворе кризис, и все считают каждую копейку, а кое-кто эту копейку задерживает. Вот по твоей информации, есть ли у Клуба Востока серьезные долги перед хоккеистами? Если да, то у кого? Ну, Андрей, в нынешние времена без долгов никуда, но, по моей информации, в этом году ситуация на Востоке чуть лучше, чем в прошлом. Есть три клуба, у которых имеются задолженности перед игроками. Это Хабаровский Амур, другой клуб с Дальнего Востока – Адмирал и Новосибирская Сибирь. И в случае с Сибирью и Адмиралом эти проблемы связаны со сменой губернаторов в регионах, и они пока не разобрались с тем, как устроены клубы, и некоторые спонсоры приостановили поступление средств. И самое интересное, что команда, занимающая последнее место на Востоке, Ханты-Мансийская Югра, по нашей информации, является оплотом финансовой стабильности. То есть играют плохо, очков не набирают, но платят всем все вовремя. Мы вернемся через пару минут. Смотрите далее. Русские вытесняют чехов, как минимум вратари, по крайней мере, в двух командах – Сибири и Авангарде. Вы в овертайме, друзья, и мы продолжаем. Пока я был в Китае, за тысячи километров от Томска, мой коллега работал в городе Найртыше на матче двух главных сибирских команд. Как впечатление? Андрей, я думаю, ты пропустил не самый зрелищный матч сибирских дерби, но, безусловно, кубковый. Я не исключаю, что Сибирь и Авангард вот в такой расстановке встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Итак, смотрим мои послематчевые интервью. Закадровый голос Андрея Блохина. В начале сезона и Шилин, и Красиков были задвинуты в глубокий запас, но к сибирскому дерби и тот, и другой подошли первыми номерами своих команд. Кронологический Красиков первым вытеснил из рамки Чехосалака, кумира Новосибирска. Кумир же Омска, еще один Чехфур сломался прямо на тренировке и на вратарскую амбразуру Авангарда бросили без альтернативного Шилина. В матче 17 ноября два бывших вторых номера устроили самый настоящий вратарский акробатический рок-н-ролл в своих площадках. Оба были очень эмоциональны и зрелищны, но выиграть матч для себя и для своей команды суждено было только кому-то одному из двух лихих парней. Матч в итоге выиграл Шилин. Он остался сухим, а Красиков пропустил единственную шайбу в концовке игры от Меньшикова и сразу после сирены на выходе сольда вылил на Дмитрия Ярыкалова весь свой запас неиспользованного эмоционального горючего. Дима чиркнул вопросом как спичкой и понеслось, и запылал. Я представлен, сегодня лучшим игроком матчем в составе Сибири. Подсластило какую-то пилюлю поражение? Да нифига не подсластило. Мы проиграли игру в сибирском дерби, мы не можем так проигрывать. Мы все били сегодня, старались. Немного не повезло, Воротнар сыграл хорошо у них. Но сегодня мы играли на 100% в самоотдачу, все бились. О, Игорь Львицкий подрался, он отдал тоже всего себя. Я считаю, что мы могли сегодня победить, должны были сегодня побеждать. Главное перенести положительный момент из этой игры дальше и продолжать биться за плей-офф. Ну, с Сокопой, ты долой уходишь сегодня? Можно сказать, что не с низко, но мы должны брать очки. Есть хорошая игра, но нет очков, нужны очки. Неважно, не спросят потом, как вы их взяли, если мы попадем в плей-офф. Скажут, вы есть в плей-офф или вы нет в плей-офф, у нас задача попасть. Значит, мы их выгрызать должны при любой ситуации, при любой игре. Зубами цепляться, биться, умирать на льдов. Ты отметил игру вратаря, сегодня было доброе сопротивостояние, решалось все в ваших действиях? Решалось в командных действиях. Почему в наших? Мы люди, которые играют в команде. Нет пятерки, нет вратаря, нет команды. Все друг за другом должны были быть. Сколько раз меня спасали, сколько раз его. Если бы не игроки, не было бы хорошей игры вратарей. Мы грамотно выполняем систему, играем, как говорит тренер. И только за счет этого мы, как команда, можем двигаться вперед. Давай как Назаров сделаем. Пойдем, пойдем. Достаточно. Сумрачный новосибирский генеральный менеджер Фастовский. И на контрасте с ним улыбающийся победитель Скобелка на позитиве. Ну а мы идем в раздевалку Омска. Мы идем к главному герою матча Олегу Шилину. Сегодня, может быть, что была игра вратарей и даже признали лучшими игроками матча вас с Крассиком? Да нет, у нас вся команда хорошо играла. Опять сегодня много бросков поймали на себя игроки. Когда я ошибался, они за мной почистили. Я так не могу сказать, что с нашей стороны так было. Тем не менее, когда такой малорезультативный матч и когда заброшенная шайба игра идет, наверное, такая ответственность на вратарях лежит дополнительная, двойная. Ну, сначала основная задача была не пропустить легкую шайбу для начала. Ну а там, ну, уже стараться не ошибаться по ситуации игры. Матч так анонсировали, помимо того, что это сибирское дерби, да, что это матч молодых вратарей, но Крассикову 25-го года рождения, вы делались по первому. Вы себя молодым считаете? Да нет, уже не совсем молодой. Если это по паспорту, а я жили по вратарскому возрасту, но можно считать, что еще молод. Но я себя такого не считаю. Вот уже второй матч подряд играете, и это считаете таким для себя шансом сейчас, если не первым номером стать, то в конкуренцию с Курхом ворваться? Да нет, ну просто Демейк получил небольшое повреждение, а сейчас пока дают, надо играть, стараться хорошо играть. А там уже дальше как, посмотрим, как будет. Последние минуты были наиболее тяжелыми, последние минут пять? Ну да, Сибирь прибавила, немножко они стали раскрываться, мы наоборот строже считали, хотели играть в обороне, но в принципе нам это удалось. Мартынов на себя много шайб поймал сегодня. А то, что Сибирь последний матч вытащила, на последних минутах учитывали сегодня? Уже играли до конца? Да, в принципе они уже не одну игру отыгрывались, и с 0-2 за минуту до конца в Риге отыгрывались, так что мы знали, что они будут играть до последней секунды. Я думаю, никто не расслабился ни на секунду. Все моменты на тренировке не отработаешь, да, которые в игре происходят. Ты вот сейчас уже матчи эти поиграл, ты видишь за собой какие-то моменты, может быть, там недостатки, где можно тебе подтянуть? Да, конечно, здесь любой элемент надо подтягивать, нет предела совершенства, надо работать постоянно над всем, все, что есть в технике, вратаря, над всем надо работать каждый день, ежедневно. Что было дальше с нашими молодыми героями клюшки и ловушки? Олег Шилин помог выиграть омску матч в Казани по булитам. На следующую игру в кейсинге поставили вроде бы выздоровевшего хурха, тот провалился, пропустив две шайбы в дебюте, и вот тогда пришлось бросать на абразуру снова Олега Шилина. И тот стал лучшим игроком матча, хоть и пропустил. Омск проиграл, 0-3, и как-то тревожно стало лично мне за позицию первого номера в омских воротах за три месяца до плей-офф. Дима, а что Красиков? Ну, Андрей, в Новосибирске тревожность за позицию первого номера стала намного раньше, и переосмысление основного вратаря тоже произошло на несколько недель раньше, чем в Омске. Красиков после своего перформанса на берегу РТШ, великолепный матч провел против Бориса, засушил второй Сухарь в сезоне, а вот на вторую игру против команды из Астаны его немного не хватило, ее заканчивал уже Салак. И это говорит о том, что Красиков пусть и крепнет и становится основным вратарем, но ему пока тяжело играть серии по 3-4 матча, и в Новосибирске складывается тандем из двух вполне равноценных по игре, но не по зарплате вратарей. Мы продолжим через пару минут. Смотрите далее. Китайский акцент в Королях Востока. Семечки Marvel Snacks XL вкусные и крупные. Семечки Marvel Snacks XL – настоящее волшебство. Открой для себя Marvel Snacks. Вы в овертайме и мы продолжаем наш разговор о Королях Востока. Кунь-Лунь Редстар из Шанхая чуть притормозил, но интерес к этому проекту не угасает, по крайней мере у нас. Мы уже давали в эфир интервью с Майком Кин и нам сейчас в нашей программе человек номер два в тренерском штабе клуба из Шанхая. Легенда советского хоккея. Игорь Кравчук. Посмотрите на карту. То, что выше реки Инзы, традиционно считается северным Китаем. То, что ниже – южным. И это деление оказывается не только культурологическое, оно еще и хоккейное. Здесь есть определенная граница. Особенно здесь на юге Китая – это новый вид спорта. Здесь популярен, наверное, больше сейчас баскетбол и футбол. Север – это другое дело, где Харбин и Ци Цихар там гораздо более знакомы с самой игрой. И болельщиков больше на игры ходят. И, в общем-то, и китайцы сами больше играют в хоккей. Там заполняются стадионы, там ходят, там болеют, там знают игру. Но, естественно, вот эта граница с Россией, она дает о себе знать. Хоккеисты и тренеры Кун Луня пропагандируют хоккей на юге Китая. И делают они это следующим образом. Куда-то идем в бары, оставляем билеты, потому что у нас очень много бесплатных билетов от команды. Оставляем, люди с удовольствием берут. Приходят они, не приходят – это другой вопрос. Есть инсайт, что в ближайшие три года в КХЛ появятся еще два китайских клуба, как раз с севера страны. Это вполне реальный вариант. Я скажу, основные критерии – это финансовые, это абсолютно возможно. Здесь создать не два клуба, а больше. И есть города, которые с удовольствием их примут. Тот же Харбин, тот же Пекин. Даже и здесь, учитывая уже опыт второго сезона, в общем-то, это не проблема. Китай открывает для себя большой хоккей, а олимпийский чемпион 1988 года Игорь Кравчук открывает для себя Китай. Я приехал сюда, то мнение о Китае, которое у меня было, оно полностью не совпадает с действительностью. А что думали и что казалось? Ну, понимаете, ты приезжаешь в город, который, ну, как здесь говорят, это Нью-Йорк на стероидах, это Шанхай, который абсолютно, абсолютно не уступит никакому другому, там уже Лондону или Нью-Йорку или Парижу. Но у него своя красота, вот, свои обычаи, своя культура, понимаете. И туризм говорит сам за себя, здесь большое количество туристов, которые с удовольствием сюда приезжают и получают прекрасное, в общем-то, и настроение, и познают сам город, и страну, и есть куда пойти, и что посмотреть. Две главные проблемы Кун-Луня прямо сейчас. Первая – это посещаемость, вторая – нестабильность игры. Матчи, которые перед выходными или в субботний и воскресний день, они более заполняемы, потому что приходят дети здесь. В этом плане проблем нет, по-моему, вот последние субботние матчи или воскресные у нас были там до двух-трех тысяч заполняемость при пятитысячном стадионе. Что касается, в общем, наверное, ожидания от этой команды, мы начали очень хорошо сезон, и ожидания поменялись. Поэтому более серьезные к нам относятся и, в общем-то, более серьезно готовятся к игре с нами. У нас на сегодняшний момент такая полоса невезения идет, потому что создается куча моментов, но не можем никак забить. Но это пройдет, и мы над этим работаем, где-то идут перемены, мы меняем состав, меняем игроков, в общем, постоянно идет процесс. Конечно, это второй сезон, идет все равно становление коллектива, потому что, в отличие от многих российских клубов, здесь ребята собраны, которые многие друг друга даже не знают и никогда не играли. Это тоже как бы фактор немаловажный, так что я думаю, что мы с этим справимся и попадем в восьмерку. И еще один россиянин, работающий на дело китайского хоккея, получает трибуну и три минуты локальной славы в нашей программе. Это детский тренер. Это тот человек, кто прямо сейчас ставит на коньки китайское завтра. Ну, вообще, 14 лет в хоккей играю, играл в Бурмаке раньше, и все, после этого карьера закончилась. Я уже в Китае три с половиной года практически, все, теперь по сей день работаем хоккейным тренером, куча детей. Они очень трудолюбивые, по ним сразу видно, работают усердно. Да, конечно, физуха может не такая сейчас в порядке, как она должна быть, но они к этому стремятся. Главное, что у них есть цели, и они есть достижения какие-то, все равно пытаются. Есть уже несколько китайцев, которые вступили в КХЛ, кто играет в команде в Кун Луне. Ну, а также есть большое финансирование, значит, деньги им позволяют, ну, и развиваться. Стадионы есть очень много, детей очень много, кто тянется играть. Так что я думаю, да, все получится у них. Ну, приходится работать каждый день, с утра до вечера, все загружены. Потому что очень много ребят хотят заниматься и хотят индивидуальные занятия, поднять свои навыки. Так что приходится каждый день, с утра до вечера работать. Да, я на английском и на китайском. Ну, некоторые просто слова не знаю, как правильно сказать. Но так на китайском, на разговорном могу общаться. В основном так на английском. Но если не понимаю, то уже на китайском. Я бы сказал, такая новая тенденция в Китае, что индивидуальные занятия, чтобы ребята нагоняли быстрее свой уровень. Например, если они хотят попасть в групповой класс, им нужно нагонять как-то. А если они по их возрасту не подходят, поэтому они очень много тренируются. Для этого и создали индивидуальные классы. Можно один с одним, можно с двумя ребятами заниматься, можно с тремя, чтобы нагонять быстрее уровень других ребят, кто уже играет лучше. Хоккей, мне кажется, стал уже вторым видом по популярности спорта в Китае. Ну, адаптировался где-то спустя год. Конечно, тяжко. Особенно скучаем по дому, по родным, по близким. Но, тем не менее, нормально. Можно ужиться. Китайцы не такой уж и злой народ. Все тоже трудолюбивые, все усердные, все добрые. Так что, я думаю, все нормально. Чего русского не хватает? Еды, конечно. Конечно, еды. Самая тяжелая – это еда. Очень трудно адаптироваться к китайской еде. В основном острое, к этому тоже нужно привыкать. Я Альберт Альмухаметов, и я открываю хоккей для Китая. Вы в овертайме, мы продолжаем. НХЛ – это не только национальная хоккейная лига в Северной Америке. Это еще и ночная лига в России. Вчера в Омске побывали руководители этого проекта. С ними встретилась и поговорила Людмила Сажина. В май 2017 года омская команда «Титан» играет в сочинском дворце «Большой» на Олимпийской арене в финальном турнире НХЛ. Итог выступления – девятое место среди 54 участников. Вы представляете, если в финале играет почти шесть десятков команд, сколько их заявляется в отборочные соревнования? Наша лига – самая крупная в мире, любительская хоккейная лига. На сегодняшний день в НХЛ заявилось порядка 800 команд, даже чуть больше 800 команд. И это более 16 тысяч игроков. А так, на этот сезон, сезон 17-18, мы планируем более тысячи команд по 78 регионам страны. Но это будет, наверное, порядка 20 тысяч человек. Игра идет не за фантики и даже не за спортивный престиж. На кону – суперприз. Президент Российской Федерации на галоматч выручает победителю дивизиона 40+, кубок чемпионский и грант на 100 миллионов. Это та часть суммы, которую любители вкладывают в строительство ледового дворца. Где уже такие ледовые дворцы появились? Такие ледовые дворцы у нас есть в Екатеринбурге, в Челябинске, в Казани. А в Омске для ночной лиги пока еще не построен дворец. Более того, есть проблемы со льдом для команд-участниц. Поэтому представители руководства НХЛ и приехали в город на РТШ, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки решение этого вопроса. Должны предоставить лед бесплатно, по-хорошему. Так и была идея, что популяризировать массовый спорт. Бесплатный лед только для игр, отборочного турнира. Тренировки ребята выкупают сами. Ну, нас как, не дают? Пока нет. Пока нет. Сказали на сегодняшний момент вот так. Легкая недоговоренность, она предполагает, что, наверное, все-таки смогут. Может, наш визит этому поспособствует. Здесь уникальный город, где у нас всего лишь в четырех городах находятся высшие школы тренеров. И Омск один из них. Так что здесь, я думаю, потенциал есть. Авангард как-то участвует в ночной хоккейной лиге? Был приятно удивлен, когда мы вчера были и нам вручили вот по такой карточке, которая предоставляет возможность получить билет с 20% скидкой. Это для участников ночной хоккейной лиги. Для игроков. Мы выходим на финишную прямую, друзья, и переходим к булитам. Дима, вот в социальных сетях меня просят ответить за слова. Мне пишут так, что, ребята, вы обещали Омску Варфоломеева. Где Варфоломеев? Андрей, я по этому поводу общался с Владимиром Шалаевым и задал ему прямой вопрос. Президент Авангарда, конечно, не ответил прямо, но сказал, что Варфоломеев находится в списке интересов Авангарда. И у меня сложилось полное впечатление, что этот молодой, талантливый парень перейдет в Омский клуб до дедлайна. Что еще по переходам? Что может состояться в ближайшее время? Ну вот витает фамилия Никиты Жульникова, защитника, которого для большого хоккея открыл Андрей Николишин. И при этом тренере Жульников играл по 20 минут за матч, но в Ригате Тулине попал в немилость. И по моей информации, в скором времени Никита может пополнить состав торпеда Петре Скудера, в который раз перемалывает состав. И еще одна тема. Говорят, что Захар Арзамасов отличился, но не на льду, а за его пределами. Что это за история? Да, интересная история, которая должна стать уроком для всех хоккеистов, которые любят общаться с болельщиками после матчей. Нужно смотреть, не снимают ли вас тайком на камеру. Арзамасов резал правду матку и про то, что тренер не давал им атаковать, зажимая схемы. И про то, что если Вайсельд уберет Вестерлунда, то вскоре проследует след за ним. Мы внимательно будем следить за ситуацией в столице Башкирии и посмотрим, кого уберут первым. Вестерлунда, который не устраивает не только болельщиков, но уже и игроков с Салавата. Либо Арзамасов, который нарушил корпоративную этику. Лично я в этой ситуации на стороне Арзамасова. Вот и все на сегодня, дорогие друзья. Через неделю мы продолжим. До скорой встречи. Овертайм продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова